Вера, Вера, что за настроение? И что это за заявление? Не нужна ей карьера чемпионки. Ну, если она меня счастливой не делает. Ха! Так ты же на это всю жизнь положила. Слава богу, еще не всю. Ну что, ты что, хочешь мне сказать, что ты готова бросить спорт? Да. Я готова бросить спорт. Чего ты так на меня смотришь? Может, в балет обратно вернусь. Ого. И это говорит член сборной, надежда России на чемпионате. Не последняя же. Одна из. И что? И? И? Ой, ну ничего, Ир. Просто хочу быть счастливой. Ага, счастливой. А значит, уход из спорта сделает тебя счастливой, да? Да? А ну-ка, скажи мне, что ты пошутила. Ир. Ну что Ира? Что Ира? А то я тебе таблеток разных навыписываю от хандры. А? Ну, не правда? Не знаю. Оська. Наверное, нет. Ладно, не обращай внимания. Это так. Мысли вслух. Что вы хотите? Чтобы вы рассказали как можно больше. Мне и в самом деле интересно. Зачем? Все уже прошло, все в прошлом. Вы так думаете? Да. Потому что я не сломалась. Я стала тренером, я нашла выход. И все шло хорошо. До тех пор, пока... Я вас слушаю. Пока не рассыпалась, как карточный домик. Я пересоивалась с родными. Друзей растеряла. Так. Потом меня отстранили от работы. Забрали у меня пару мою. Выяснилось, что я не художный тренер. Отлично. А теперь я никому не нужна. Совсем никому вообще. Стоп. Суммируем. В вашей жизни нет и не предвидится никакого просвета. Профессионально и человечески вы несостоятельны. И вам страшно подумать, что с вами будет после выхода из больницы. Ну, спасибо. Утешили. У вас депрессия. Утешения здесь не помогут. Наташа, вы зашли в тупик. Может быть, хватит? Ваша жизнь потерпела крах. И никакого будущего у вас нет. Утешения здесь не помогут. Мне до звезд подняться. До звезд подняться. А любовь – бесконечный полет, Где под крыльями пламенный лед, Где танцуют две смелые птицы. А любовь нас под звездом ведет, И не дай под крыльями лед, Дай крыло, чтобы нам не разбиться. А любовь нас под звездом ведет, И не дай под крыльями лед, Дай крыло, чтобы нам не разбиться. А любовь о той птицы. Церковь нам нравится. limits. ЗВОНОК ТЕЛЕwny. ЗВОНОК ТЕЛЕВ. ЗВОНОК ТЕЛЕВ. Пром 삼 się jesna. dealer assuming kamu wybrapis. This Taj backlog. Вот уж кого не ожидал увидеть. Да я и сам не ожидал. Я по делу. Какое же это дело, интересно? Что с Наташей? Где она? А почему ты меня спрашиваешь? Я подумал, что лучше тебя никто не знает. Я не понял. Я что, по-вашему, открыл фан-клуб Натальи Трофимовой? А что ты злишься? Да вы же достали все уже! Все, кому не лень, приходят и говорят о Наташе. Неужели так трудно понять, что я не имею к ней никакого отношения? Как вы думаете, Наташа, есть ли человек считает, что у него нет будущего? Есть ли шанс, что это будущее у него когда-нибудь появится? Вы не хотите разговаривать? Это не я считаю, что у меня нет будущего. Это объективно. Я вам уже говорила, я профнепригодна. А вы можете рассказать мне, с чего вы взяли, что вы профнепригодны? Ну, во-первых, так решила федерация. И пару, которую я тренировала, передали другому тренеру. Почему? Для этого должна быть какая-то причина? Да там много всего произошло. В чем-то, конечно, я была виновата. А в чем-то не очень. Просто признали, что я не справляюсь. И это все? Нет, не все. После чемпионата мою пару мне так и не вернули. А мой фигурист Козырев, он отказался у меня кататься. По какой причине? Я скрыла от него измену его подруги. У меня совершенно не было выхода никакого. Меня не надо убеждать, я вам верю. Вы просто рассказывайте. Когда он обо всем узнал, он обменил меня в обмане. Наотрез отказался у меня тренироваться. А потом еще Коля Рокотов сказал, что я не тренер, а ноль. Это я вообще не понял. Чего ты разорался? А чего ты ко мне со всякими глупостями лезешь? Наташа в больнице, а ты считаешь, что это глупости? Между прочим, говорят, что она там оказалась после твоего дебоша. Кто говорит? Ну, не знаю. Весь дворец. Так что с ней? Надеюсь, ничего серьезного понятия не имею. То есть, хочешь знать, как она себя чувствует, поезжай к ней. Заодно и с первого круга узнаешь о моем, как ты выразился, дебоше. Да нужен мне твой дебош. Я не понял, а ты к ней в больницу еще не ездил? Нет, и не собираюсь. Ну, ты даешь. Она так с тобой носилась, а ты даже к ней в больницу не съездил. Знаешь что? С тобой она не меньше носилась. И по мне, мне совсем не безразличны ее состояния. Вот и поезжай к ней. Чего ко мне-то приперся? Да не могу я к ней ехать. Не могу. А что в это время происходило в вашей личной жизни? У меня не было никакой личной жизни. Мне было не до нее. Не до личной жизни? То есть, вам было просто не до себя, так? После травмы я решила стать тренером, но у меня ничего не получилось. Наташа, а что такое, по-вашему, тренировать? Как выяснилось, я этого не знаю. Посвятить себя фигуристам, погрузиться в их проблемы, взять на себя ответственность за их судьбы, совершенно забывая о себе. Я правильно понимаю? Ну, в общем, да. Суть профессии именно в этом, забыть о себе. Интересно. А вы не думали, что, забывая о себе, на самом деле вы прячетесь от себя? В общем, я отказался тренироваться Наташи. Та же фигня. Я ей в глаза сказал, что она не тренер. И не только это. Ну, ты... В общем, все понятно. Слушай, а ко мне-то ты зачем приходил? Потому что все то, что происходит с Наташей, мне не безразлично. Я думал, ты хоть что-нибудь знаешь. Ему не безразлично. А мне что, по-твоему, наплевать? Ну, да. Ты сам так сказал. Да мало ли, что я сказал. А может, ты ее любишь? Что? В каком смысле? В том смысле, в каком я спросил. Ты ее любишь? Чего ты взял? Да вот, вдруг подумал, может, мы теперь соперники. Ты дурак, что ли? Ну, в общем, это уже не имеет никакого значения. Мне с Наташей ничего не светит. Ладно, я пошел. Когда человек не в состоянии решить проблему, он просто от нее прячется. Человеческая психика – интересная штука, я вам доложу. Вы со мной не согласны? Нет. Потому что я никогда не бежала от своих проблем. Я всегда их решала, как могла. Или вы решали те проблемы, в которых могли признаться себе, те, которые были вам очевидны. Послушайте, я вообще не понимаю, о чем вы говорите. Бегать от кого-то, от чего-то – это не в моем характере. Я спортсменка. Я всегда привыкла все доводить до конца. Может, конечно, я вам сейчас странную вещь скажу, но по большому счету я считаю, что все в своей жизни я сделала правильно. То есть, вы никогда не ошибались? Ну, не знаю. Может быть, только в мелочах. Но я не жалею ни об одном принятом мною решении. Это точно. Скажите, Наташа, полностью посвятить себя работе – это было вашим решением? Или так сложилось? По-другому и быть не могло. Если я не фигурист, значит, я тренер. Ну, да. А тренер «Раичная жизнь» и вещи несовместны. Ваша эрудиция меня просто потрясает, доктор. Наташа, послушайте меня сейчас очень-очень внимательно. Вы с такой самоотдачей помогаете другим людям добиться своих целей, что сами отказываетесь от своих. От тех целей, к которым стремитесь лично вы. Не хотите прогуляться на свежем воздухе? Попалась, которая кусалась. Цветы в нашей с тобой ситуации, Виталий, явно лишние. Но все равно спасибо. А почему лишние? Все-таки свидание как-никак. Нет, дорогой. Ну, хотя, если хочешь, деловое свидание. Деловое свидание в парке, на скамейке – это что-то новенькое. Ну, а почему бы нет? Ну, а почему тогда не в моем кабинете? Зачем нам тратить столько времени на дорогу? А почему ты решил, что наша встреча должна проходить непременно на твоих условиях? Лер, ты сегодня какая-то агрессивная. Ну, я просто пытаюсь сбить твой самоуверенный настрой. Знаешь, давай посидим в ресторане. Не посидим. Я все знаю, Виталий. Ты хочешь нас ограбить? Оставить ни с чем? Тебе что, совсем не жаль детей? Что за бред ты несешь? Ты не отпирайся. Скажи хоть раз в жизни правду. Какую правду? Ты подстроил встречу с Жанной, так? Ты пытался склонить ее на свою сторону, так? Чего ты молчишь? Отвечай. Стоп, 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 слушайте меня внимательно. Вы не думайте о ногах. О ногах не надо думать. Вы просто найдите себе цель. Вот к ней и катимся. Саша. Сейчас. И тогда вы не просто будете катиться, вы будете скользить, понимаете? Скользить. Саша, я... Давай, пробуй, пробуй. Я... Чего? Сейчас замерзну. Я просто хотела спросить, ты у Наташки не собирался сегодня? Сейчас я тренировку закончу и... А что, что-то срочное? Подожди, я тебя попрошу. Ты сейчас попаяешь, опять будешь вот такие душесчипательные беседы? Да нет, понимаешь, ну не нравится мне ее настроение. Ну что она? Ну не хочу слышать об этом фигурном катании. В конце концов, ну блашет, так понимаешь. Надо ее встряхнуть, как следует. Подожди, вот самое интересное. Я чувствовала, как ты ее собираешься встряхивать? Ну не знаю, там посмотрим по ходу дела. Не надо к ней ездить, ладно? Не надо, я чувствую, что будет только хуже. А ты знаешь, выход лучше? Я знаю. Я знаю, я сейчас вот поеду к ней, я все и объясню. Что ты объяснишь? Саша, дело как бы не в фигурном катании, понимаешь? Здрасте, а в чем? Просто дай мне слово, что ты к ней не поедешь. Нет, ну подожди. Подожди, Вяля, ну дождись меня, ну дождись меня, я сейчас закончу и проеду вместе. Заберешь в холодильнике, все, все, целую. Это не мужское дело, я сама. Ну ты, так, что я вам говорил-то? Да, я специально устроил эту встречу с твоей сестрой, только для того, чтобы она помогла вернуть тебя. Ты врешь. Почему это? Я вру. Я прекрасно знаю, что значит для тебя мнение твоей сестры. Я сделал все, чтобы она помогла мне наладить с тобой отношения. Да ты не меня боишься потерять, ты боишься потерять свои деньги. Лера, что ты несешь? Ты очень боишься суда, потому что суд при разделе оставит за мной как минимум половину имущества. Вот оно. Вот значит ты как обо мне думаешь. Да. А вообще ты права, ты знаешь, Лера, ты миллион раз права. На самом деле люди не могут жить вместе. Те люди, которые так не доверяют друг другу. Да, а как я могу доверять тебе? Мы столько лет с тобой прожили вместе, делили радость, горе. И теперь что, ты хочешь меня выставить полным мерзавцем? Слушай, не забывай, пожалуйста, что это ты мне изменил. Да, это страшно. Но это была ошибка. А. Неужели эта ошибка смогла убить в тебе все доверие? Как же нам жить дальше? А я не собираюсь жить с тобой дальше. Ну, тогда подавай на развод. Хорошо? На твоих условиях. Ты не возражаешь, если я присяду? Ну, и ты считаешь, это нормально? Ты сорвала тренировку просто так. Сам виновата. Ах, вот оно как. Ну, давай тогда других обвиним в этом. Макс, я просила. Не лезь ко мне. Ну, неужели ты не понимаешь, а? Если мы сейчас с тобой соскочим, то моей карьере и карьере Громова все, придет конец. Не драматизируй. Не драматизируй. То, к чему мы шли так долго, ты сама сейчас рушишь это своими же руками. Вера, ты вообще отдаешь себе отчет, что ты делаешь? Да. И я делаю все, что могу. Ну, ты же нас поставляешь. И причем в такой момент. Слушай, Воронин, тебе что-то не нравится? С катертью дорога. Тебя никто не заставляет со мной кататься. Ты зачем рассказала Асе, что ты ее отец? Кто тебя просил? А ты думала, что я буду врать ей так же, как врала ей ты? Как у тебя язык повернулся. Молодец. Я вижу с ней практически каждый день. Я работаю с ней. Но все-таки ее отец. Да? Да 18 лет ты был ей никто. Спасибо тебе. Ты сделала все. Всего, чтобы я был ей никто. Вера, ну зачем ты сразу так? С катертью дорога. Да в том-то все и дело, что я хочу кататься только с тобой. Ну, тогда тебе придется мириться с тем, что у меня происходит. По-другому не получится. Извини меня. Я действительно погорячился. Я прекрасно тебя понимаю. Ну, слава богу. Ну, знаешь, как говорится. Если ты не можешь изменить ситуацию, попробуй изменить отношение к ней. А, да? И что ж ты не предлагаешь? Да все очень просто. Но если у тебя в личной жизни ничего не получается, попробуй сосредоточиться на спорте. А, думаешь, да? Конечно. А свою энергию разочарования и отчаяния, ну, направь ты это в спортивный азарт. Ну, в спортивную злость даже можно так сказать. Точно. Точно. Ну, в хорошем смысле этого слова. Угу. Ну, как? Да никак. Мак, ты. Я всю жизнь только это и делала. Вот тебе расхлубила. Мне кажется, это единственный достойный выход. Знаешь, раньше я бы именно так и поступила. А сейчас не могу, извини. Взгляды изменились. Я не обязана была ставить Асю в известность, кто ее отец. В первую очередь, ты должна была поставить в известность меня. Причем много лет назад. Я никому ничего не должна. Отец. Какой из тебя отец? Ну, это не тебя судить, какой из меня отец. Это решать моему ребенку, а не тебе. Думаешь, что Ася тебя примет? Не надейся. Вот чего ты добился? Ася теперь даже разговаривать со мной не хочет. А как ты хотела? Ты обманывала ее столько лет. Конечно, она тебя злится. И правильно делает? Да. Вот поэтому я тебе ничего и не рассказывала. Все, что ты можешь, это разрушать чужие жизни. Зато ты. Сплошное обвинение и ложь. Ася, если бы ты сразу согласился тренировать Асю, ты до сих пор не узнал бы правду. Понял? Ах, вот оно что. И что, ты могла бы спокойно вот так вот всю жизнь обманывать ее и меня? А твоя жизнь меня вообще не интересует. Вот только не лезь в жизнь моей дочери. Ты знаешь, пора тебе смириться с тем, что это и моя дочь. Исключительно биологически. Исключительно биологически. Это тоже немало. У меня такое ощущение, как будто я на допросе. Ни в коем случае. Если хотите, мы немедленно закончим этот разговор. Да нет уж. Давайте договорим раз и навсегда. А на чем мы остановились? Мы остановились на стремлениях. На ваших. Но они не актуальны, их больше не существует. Не актуальны. Почему? Состояние здоровья. А еще у меня были какие-то цели, задачи, но вы же их раскритиковали. Ну, я сейчас про тренерскую работу. Нет, я говорил о ваших стремлениях, о ваших потребностях, о ваших сокровенных желаниях, если хотите. А совсем не о вашей тренерской работе. Ну, тогда я вообще не понимаю, о чем я говорю. Ваше неосознанное желание и есть те проблемы, которые вы сами не видите. Вы прячете от себя свои истинные желания, а энергию этих желаний направляете на руки. Вы понимаете, о чем я? Ну, даже если это и так, я никому ничего плохого не делаю. Никому. С исключением себя. Подавляете желания, вы создаете почву для депрессии. И именно отсюда растут корни стрессов и нервного истощения, которые мы сейчас имеем. Ну, и каковы же, по-вашему, мои истинные желания? Вот этого я не знаю, Наташа. Спросите у себя самой. Подвеску, 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 вот, вот, выше, выше, крепче, крепче, крепче. А ты наверх, наверх, вот, вот, и так, звездно, вот, вот, и улыбку. Давай, Лена, давай. Да, да, и мягче, мягче. Только не бойся, Лена, сейчас нежнее. Вот, и наверх, смотри, наверх. Потому что ты застыла просто, как колхозница на ВДНК. Ну, гаджет. Лена, Лена. Не в него, понимаешь, а вот туда. Потому что, когда ты смотришь испуганными глазами, ты будешь страшно. Улыбайся. Радость, радость даже. Ну, куда вот это? Куда? Болтается. Пац! Вот, давай, Лена, еще раз. Так, не ленитесь, не ленитесь, вы сами знаете, кто он. Так, вот. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Стоп! Спасибо! На сегодня достаточно. Молодцы! Просто молодцы! Привет. О, привет, Верочка, здравствуй. Хочу переговорить с тобой. Да? А у меня нет времени. А вы еще не закончили? Мы закончили. Мы закончили, но я тороплюсь. Да ты не волнуйся, я не по личному делу. Да? А у нас что, еще есть какие-то дела? Кроме личных? А, то есть, значит, личные вопросы все-таки еще остались. Надеюсь, что нет. Ну, ладно, если серьезно, я правда по делу. Возьми меня, пожалуйста, обратно. В балет. С чего это ты вдруг вздумал и вернулся на балет? Ну, возьмешь? К сожалению, не могу. У меня уже есть солистка. Я и не претендую на место солистки. А на что ты претендуешь? Кардебалет. К сожалению, и в кардебалет тебя взять не могу. Почему? Если честно, я бы тебя даже в костюмеры не взял. Ну, ладно. Я, пожалуй, пойду. А то Виолетта уже заждалась. Кстати, что ты там отцу наговорила, что он места себе не находит? Ну, наговорила, это громко сказано. Просто я была предельно лаконична. А поконкретнее можно? Я попросила никогда больше не разговаривать со мной о фигурном катании. О том самом катании, о котором только и говорят у вас в доме? Эта тема меня больше не интересует. А о чем прикажешь ему с тобой говорить? О космонавтике? О голоде в африканских странах? Он же ни в чем другом ни черта не смыслит. Не мучай ты меня, а? Я тебя прошу. Хватит с меня бесед с доктором. Кстати, что доктор сказал? Что я подавляю свои желания. Что всю энергию этих нереализованных желаний я направляю на бедных, ни в чем не поведенных спортсменов. Наверное, он прав. И ты туда же. Прав, но все равно дурак. Потому что главного не видит, а ответ-то лежит на поверхности. А тебе не кажется, что это уж как-то слишком жестоко? А тебе не кажется, что ты не вправе рассуждать о моей жестокости? Устишь, да? Нет. Ну ничего. Я просто не хочу с тобой работать. Вот и все. Ты ненадежный человек. Хорошо, пусть я ненадежный человек. Ты можешь меня простить? Вера, прекращай. Эдик. Прощай, Вера. Послушай, солнышко, врачи всегда все усложняют. А близкие видят, куда лучше врачей. Угу. Кажется, ты сейчас собираешься мне поставить диагноз? Именно. Да. Теперь я понимаю, почему самое ужасное заболеть на нервной почве? Потому что каждый считает себя специалистом в этом деле. Хочет дать совет, диагноз поставить. Ну говори. Я тебя слушаю. Ты, девочка, просто влюбилась в Колю Рокотова. Нет, в этой больнице точно скоро с ума сойду. Благодаря врачам и близким. Просто ты не хочешь себе в этом признаться. А со стороны очень заметно. Признаться в чем? Что я влюбилась в Рокотова? Да я его ненавижу. Вот, вот, вот. А я что говорю? От ненависти до любви не так уж и далеко, как известно. Не хочу больше слушать этот твой бред. А вот и наша девушка кого-то ждет. Мне кажется, даже знаю, кого. Не знаю, что. Даже догадываться не могу. А это мы сейчас проверим. Давай. Вика! Домой собираешься? Да. Ну, пошли. Да, чуть позже. А, а ты что ли ждешь кого-нибудь? Уж не ворогина ли? Зорина, есть еще вопросы. Вика ждет меня, а ты, по-моему, собиралась домой. Что, правда, что ли? Это не то, что ты думаешь. Может быть, это то, на что я надеюсь, а? Пока, Люба. Да ладно. Хорошо провести время. Пока-пока. Где ты была? Чего ты такая нервная? Где ты была, я спрашиваю? Гуляла. С кем? С Любы Зориной. А что? Я была во дворце и видела, что у Любы Зориной сегодня была вечерняя тренировка. Ты во дворце была, да? Что ты там делала? Я... Ты ворола мне 18 лет. И продолжаешь это делать, да? Сейчас речь не обо мне, а тебе, Ася. А я беру пример с тебя. Ты тебе говорили с примером? Говори. Ничего конкретно тебе сказать не могу. Что Андрей Сергеевич отказал? Не отказал. Я понимаю, что Братцев остался один. Я понимаю, что Берковская уехала, но он новую пару создавать не собирается, Вик. Что он собирается делать? Я думаю, Братцев воспользоваться этим и укатит своей подружкой в Италию. Надолго? Не знаю. Нам вообще ситуации очень непонятные. Почему все не так, а? Вот как назло, все не так! Успокойся, ну что ты нервничаешь? Не надо делать поспешных выводов. Письмо не ожидает, скажи. Брока-то все равно не вернется. Ты готова поменять партнера? Я уже на все готова. Я же говорила, мы можем не торопиться. Ничего страшного. Лучше мы подождем Колю, чем он нас. Ты, наверное, не замечаешь, но опаздывать на полчаса это такая нормальная московская традиция. Причем здесь это даже не считается опозданием. Ты знаешь, Диана Роктова сейчас в такой состоянии, что опоздание на полчаса это не самое страшное. Самое страшное, что он может вообще не прийти. Ты думаешь, он действительно влюблен? Если бы потому, как он реагирует на имя Наташи, то да. Это какая-то мужская влюбленность. Да, только влюбленный совсем не юноша. Спасибо. А ничего удивительного. Потому что мужчины очень часто ведут себя как дети. Боятся своих чувств. И когда чувства появляются, то, естественно, начинают раздражаться. Я похож на правду. Только Коля боится себе признаться в том, что уже есть. А ты боишься своих чувств ко мне? Я. Но я чувствую к тебе сильнее страха. Я не могу их даже скрыть. Я думаю, мы должны помочь твоему другу. Ну, объясним ему, что происходит на самом деле. Даже не пытайся. Ой, все может получиться прямо противоположно. Но еще больше разозлиться. Я же не буду ему говорить вот так вот обо всем прямо. Намекну. А там он уже сам обо всем догадается. Ну, ты знаешь, мне кажется, что это не очень хорошая мысль. Я думаю, получится. Спорим? О, а вот и Коля. Я думаю. Что это ты навесили? Опять сидели со Смокином в ресторане? Нет. Поговорили в парке, как и было запланировано. Ты выпила, что ли, не пойму? Пока нет. Но сейчас с удовольствием это сделаю. Как насчет шампанского? Так. Значит, Смолкин опять тебе лапшу на уши нарежет. Не угадала. Смолкин был на удивление искренен. И в чем же заключалась его искренность? Он согласился на развод на моих условиях. И каковы же твои условия? Я еще ничего не сказала. А он же согласился? Да. Так, что-то не клеится в эту историю, Лера. Очередная хитрость с его стороны. Ну, какая хитрость? Виталий раскаивается. Перестань его подозревать. Так, значит, он опять тебя обработал. А ты опять ему абсолютно поверила. Какая же ты дура, Лерка. Привет, друзья. Это Диана, это Николай. Диана. Долго вы меня томить собираетесь? Давайте уже свои новости. Ну, в общем, мы завтра с Дианой уезжаем в Виталию. Решили пожениться? Николай, ну не торопите нас. Мы же только... Мы едем знакомиться с родителями Дианы. Да. Надолго уезжаете? Посмотрим по обстановке. В любом случае, Анькин отъезд спутал все мои карты. Может, открыл глаза. В общем, тренировок пока не будет. В таком случае, желаю вам оторваться в этой вашей талии по полной. Да уж постараемся. Ну, Куль, в общем, у меня такое ощущение, что я думаю, что мы долго не увидимся. В общем, если Берковская не приедет, ну, понимаешь, о чем я. Теперь понятно, зачем вы меня пригласили. Будем прощаться? Ну, вроде того. Их ребята. Как бы я хотел тоже куда-нибудь уехать. Как можно дальше. Зачем? Разве желание уехать обязательно с чем-то связано? Ну, уезжают обычно куда-то, для чего-то. От кого-то. А случается, что уезжают от себя. Да. Да. Как скажете. От себя, так от себя. Ну, Николай, вы ведь не похожи на мужчину, который убегает от себя. Спасибо. Серега, твоя женщина меня окончательно запутала. Просто бежать от себя, это значит бежать от каких-то проблем. А вы похожи на человека, который запросто решит все свои проблемы. Навсегда. Иногда я просто забиваю на них. Искренность за искренностью. Мне кажется, что вы убегаете от женщины. Коли, дружище, Диана тебя видит насквозь. Хорошо. Я бегу от женщины, которая достала меня своей добротой и своей заботой. Это Наталья Александровна Трофимова. Еще вопросы есть? Потрясающе. Я вот не могу почему-то понять русских мужчин. В Италии мужчины мечтают о таких женщинах, гоняются за ними, а здесь вы готовы от них бежать? Да, да. Нет, 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 нет. Зайенька, я сейчас ложусь в баеньке. Все, пока. Да, да, да. Целую. Все, все. А почему тебе никто не звонит? Я не жду никаких звонков. Ну, я вижу, что ты не ждешь. Я спрашиваю, почему тебе не звонят? Да и хорошо, что не звонят. Зачем больного человека тревожить? Да ты что же ты? В смысле, про работу, что ли? Я спрашиваю, почему тебе мужчины не звонят? Да нет у меня никаких мужчин. Слушай, а мне показалось, что на этом телешоу у тебя от них отбоя не было. Послушайте, давайте мы больше не будем вспоминать про шоу, хорошо? Скажи, пожалуйста, а там действительно все неправда, да? Я же попросила вас. Ради бога. Нет, ну я, 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 ну как, ну как это может быть? Вокруг тебя такие мужчины. И неужели ты никогда ни разу ни с одним романа не закрутила? Я никогда не поверю. Не закрутила. А хотела бы? Ну, хотела бы. Тебе кто нравится? Сговорили, что ли, вы все сегодня, а? Понял, Коля, заботливых женщин нужно ценить. Мы можем поговорить о чем-нибудь другом. А вам неприятно говорить о Наташе? Вы слишком многого не знаете. Она чем-то задела вас? Можно считать, что мы с ней в расчете. В расчете с женщиной? Ну, а как же эта замечательная русская черта, благородство? А вот это, видимо, не ко мне. Николай, могу я вам задать несколько коротких вопросов? Они будут касаться Наташи. Серега, может, лучше начнем прощаться? Наташа тратила на вас много времени? Более чем. Заботилась о вас? Ее об этом никто не просил. Но ведь это она нашла вам нового тренера. И, насколько мне известно, это даже стоило ей конфликта с отцом. К чему вы идете? Наташа вам многое прощала. Правда ведь? Она не понимала, что ей просто нужно от меня отстать. Можно подумать, что Трофима сделала. Это из-за любви ко мне. Ну, а как вы думаете, почему она это делала? Да потому что... Потому что... Не знаю почему. А я отлюблю тебя просто так. Просто потому, что ты есть. Вот и Наташа. Делала для вас все просто потому, что вы есть. Знаешь, Жанна, я устала подозревать. Бояться. И поэтому решила поверить ему. Да. Да, я поверила ему. Потому что он был возмущен моими подозрениями. А тебе не кажется, что он мог сыграть эти возмущения? Нет, мне ничего не кажется. И я ничего не думаю. Я просто вижу. Зря. Надо думать. Было бы странно, если бы Смылкин согласился с тобой в том, что хочет обобрать тебя как лип. А мне кажется, что он раскаивается. Вот именно кажется. Тебе просто хочется в это верить. А я думаю, его простить. Дура. Да Смылкин только и ждет, что ты поверишь в его бредни и простишь его. Боже мой, но я уже ничего не понимаю. И что мне делать? Во-первых, когда разговариваешь, не смотри ему в глаза. Во-вторых, каждое его слово дели на десять. И в-третьих, научись уже переводить его языка на человеческий. Тебя послушать? Так я была замужем за полным чудовищем. Ну, за кем ты была замужем, это уже не важно. А вот разводиться тебе придется именно с чудовищем. Подлым и мерзким. Ну, что ты говоришь, Жанна? Да это не я говорю. Это закон жизни. Ну что, нам пора. Но завтра Диана рано вставать. И кто придумал эти ранние рейсы? О, не говори. Спасибо. Да-да, идите, конечно. А я еще посижу немного. Николай, я желаю вам удачи. Спасибо. До свидания. Пока. Ну, давай. Ну, что, Бомбина, выиграла я, парень? Я очень хотел бы тебе его проиграть. Надеюсь, ты уже проиграл. Надеюсь, что все именно так обстоит. Принеси-ка мне, дружище, еще кофе и коньяк. Музыка. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова